Ещё раз как бы добрый вечер, но добрый вечер, потому что видео это я запишу сегодня. Сегодня это 10 октября 2023 года, но выложу я это видео завтра. Во всяком случае, попытаюсь его выложить завтра, 11 октября 2023 года, то есть вы его увидите уже на следующий день. Почему? Потому что всё-таки, знаете, так как я сегодня вечером одна дома, записала вот это первое видео о соседе, и сейчас всё-таки у меня, знаете, вышла, пошла, поднялась на второй этаж, выглянула в окно, так как я уже сказала, окно у меня открыто, а там такой густой-густой туман, прямо, знаете, стелется, он всё гуще-гуще-гуще, прямо густой-густой, вязкий такой, очертания домов уже плохо видно, и, в общем-то, он даже заползает уже ко мне и в спальню, потому что на втором этаже спальня, вот. Ну, заползает, имеется в виду, это прохлада, знаете, она такая немножечко вязкая, липкая и, так скажем, чуть-чуть влажная, но это понятно, они в туман состоялись, капелек воды, всё это, как говорится, понятно, вот. И мне как-то, знаете, захотелось под настроение рассказать вам небольшие, не такие, знаете, истории, так скажем, мистические из моей жизни, вот. Не всегда бывает такое настроение, а сейчас прямо, знаете, ещё до того, как я рассказывала вам о соседях наших, о моих картинах и о соседях, у меня вдруг это вот как-то, знаете, мне всё-таки больше потянуло меня на мистику, вот. Кстати, одна дома я практически не боюсь находиться, потому что у меня райка, спать тоже не боюсь, я всё закрыла, всё у нас, всё с ним на ключи закрыты, ну, и он даже что-то у меня как-то, знаете, обычно уходит спать один, а сегодня сейчас вот у меня поднялись вместе с ним, он не пошёл один в комнату, ну, тоже, знаете, собаки, они чувствуют вот это вот всё, ну, какие-то изменения в погоде, в природе, у меня он очень боится грозы, я тоже как-то рассказывала, прямо, знаете, трясётся его, трясёт гроза, причём выстрелы не боится охотничьего ружья, а вот грозу боится, видимо, что-то такое для них неведомое, для зверей, вот, ну, природное явление. Так вот, ладно, перехожу к моим мистическим историям. Знаете, как я уже какие-то рассказывала и говорила, у меня вот, видимо, много что в жизни такого было, ну, на мой взгляд, интересно вам, в общем, так, но что-то где-то в памяти оно у меня прячется, что-то у меня из памяти, значит, время от времени всплывает, что-то я забываю, потом оно, ну, как бы, приходит, и вот тут как-то уж думала всё, рассказала, что у меня было, а нет, оказывается, не всё. Были у меня ещё несколько, знаете, таких интересных, на мой взгляд, историй. Ну, начинаю. Как-то, ну, это было примерно, было мне тогда, значит, где-то примерно, ну, 44, наверное, 43 года, вот так, 43-44 года, да, это было в то время, то есть это я ещё не уехала во Францию. И в это время, по-моему, да, я ещё и не планировала даже поехать во Францию, даже не планировала, то есть не было моих, это планов. По-моему, мой сын уже в то время уехал. Нет, он даже не уехал ещё тоже, ещё в России жил. Значит, да, мне было где-то 43 года, я так думаю. Вот. Ну, короче говоря, тогда я, помню, работала, ну, это я работала на железной дороге, я работала, у меня было такое бюро небольшое, ну, я в небольшом бюро, небольшой кабинет, в то время как бюро называлось, не знаю, в общем, работала я. Ну, и приходила я туда в администрации, да, это была администрация, я туда ходила, как бы, это было в центре города, в центре города Перми. Ну, да, почти в центре города, да, в центральной части. Я жила в одном конце города, ну, это вот моя работа, находилась в другом конце города, ну, короче говоря, вот так вот. И каждое утро, как обычно, ну, утром там, во сколько у нас открывалось это бюро, нужно было туда идти. Короче говоря, одним и тем же путём я ходила, с какой-то расстояния преодолевала там от электрички. У нас была электричка, потому что город такой, знаете, кто живёт в Перми, они знают, город длинный, там даже, можно сказать, по городу можно ездить на электричке. Так вот, я брала, как говорится, электричку, я ехала, значит, от моего дома на электричке, потом на станции центральные выходила и, значит, шла пешком к моей работе. Ну, то есть вот такой путь у меня был уже проделан, я причём это всегда ходила, можно было снова садиться на трамвай и проезжать, значит, до моей работы, но мне здесь там приходило в то время, приезжала, чтобы потом мне можно было вот этот путь преодолевать пешком, для того, чтобы, короче говоря, ну, как спорт для меня был, как вроде гимнастика, зарядка утрешняя, ну, вот видите, такое длинное предисловие получилось. Ну, а в этот раз уже как-то, вот знаете, как бы вам это рассказать, на работе тоже работа такая была у нас, короче говоря, как бы это сказать, в общем, короче говоря, не буду поддаваться в подробности, расскажу о том, что вот однажды тоже так вот поехала я на эту, значит, на свою работу, и вот не знаю, почему у меня так получилось, это было только один раз в жизни, один раз в моей жизни за то, что за тот период, в который я работала достаточно, ну, длительный период, я почему-то взяла вот этот вот автобус, не автобус, трамвай, и проехала, поехала к моей работе на трамвае, не знаю почему, то ли времени мало было, то ли по какой причине уже сейчас, я не помню, не знаю, один раз это у меня, помню, взяла этот, села я в этот автобус, в трамвай, проехала, и почему-то я проехала свою остановку, вот тоже, знаете, все вот так вот как-то у меня и получилось, то есть я не вышла там, где нужно, и почему-то проехала больше, чем мне потребовалось на одну остановку, вот даже сейчас не знаю почему, то ли я проспала, ну, как бы про не вышла, то ли там народу было много, что мне нельзя было выйти, короче говоря, когда я проехала уже свою остановку, я почувствовала, что я уже опаздываю, и мне нужно вернуться, как бы, знаете, сделать обратный путь, подойти к моему вот этому зданию, где я работала, короче говоря, я выскочила скорее, смотрю, у меня время уже в обрез, я, значит, уже туда бегу, то есть мне нужно одну остановку пробежать, короче говоря, обратно, вот, а день был такой, это была весна, вот хорошо помнишь, это такая ранняя весна, уже и солнце было такое сильное, да, у нас уже было тогда, ну, не тепло, а знаете, как на Урале такое, уже как бы не лето, но еще и не зима, уже сильное такое солнце, скорее всего, это было апрель, а может даже и маль, вот, но еще мы были в теплых одеждах, помню, как-то у меня запомнилась эта история, так вот, бегу я, значит, такая, тороплюсь, знаете, на всех парах, как говорится, и тут люди идут, и вдруг такая женщина, ну, чуточку, может, помоложе меня, абсолютно такая, просто одета такая, знаете, не то чтобы плохо, но не то чтобы, самая обыкновенная женщина, не знаю, почему я ее как-то запомнила, и вот я иду в своих тут думах, в своей работе, в своих каких-то проблемах, вот иду и с ней пересекаюсь, мы с ней, значит, вот как-то переглянулись, посмотрели друг на друга, и вот так, знаете, вот она в одну сторону идет, я, значит, тороплюсь в другую, она торопится в другую, и вот, значит, мы вот так с ней вот порывнялись, прошлись, и я смотрю, она возвращается, она так вот как бы перекружилась меня раз, и возвращается ко мне, говорит, извините, я так это, знаете, на нее смотрю, А думаю, что ей нужно, чего она мне так хватает. А она мне говорит, извините, пожалуйста, я очень тороплюсь, говорит, мне совершенно некогда, но я должна сказать вам несколько слов. А я говорю, да, говорите, потому что я так думаю, может, я ее знаю или кто-то из знакомых сама смотрю, думаю, да нет, я никогда эту женщину не видела, кто такая, не знаю. А она говорит, вы знаете, я хочу вам сказать, вам нужно что-то делать, у вас проблема будет со здоровьем. Я говорю, какая проблема и какое здоровье? Она говорит, у вас что-то, говорит, вот здесь она мне показывает, знаете, где, ну, в области, так скажем, где-то живота она мне показывает. У вас здесь будет проблема, говорит, и серьезная проблема, вот в этом месте, говорит, как бы в области, вот в этой области. Обязательно, говорит, сделайте что-то. Я могла бы, говорит, вам это убрать и снять эту проблему. Но, говорит, я так тороплюсь, я не могу найти кого-нибудь, кто вам поможет. Я говорю, ничего не понимаю, что это и как это. Знаете, так меня ни с того ничего мне вот это говорит. Она говорит, у вас есть недоброжелатели. Там, где вы работаете, есть люди, которые на вас наслали какую-то, ну, как она выразилась, порчу или что-то такое, что у вас случится какая-то проблема, и проблема будет серьезная. Ну, в общем, несколько раз она мне сказала, потом на часы посмотрела, говорит, я очень тороплюсь, я не могу вам помочь, но только сделайте обязательно что-нибудь. Господи, она меня, знаете, как водой окатила, а у меня тогда, да, были некоторые проблемы на работе. Я, знаете, как-то благополучно, ну, не то чтобы подзабыла эту проблему, но как-то думаю, господи, надо же, причем, я ничего вроде не болит, все у меня в порядке. Ну, в общем, короче говоря, вот такие дела были. Что интересно, какое последствие, я ничего, конечно, не предприняла, как-то особо серьезно к этой проблеме не отнеслась, потому что я и анализы сдавала, и к эпитерам ходила, и, в общем-то, везде была. Но, тем не менее, через несколько лет действительно у меня случилась проблема. Проблема у меня с желудком была. Я попала уже во Францию, будучи в реанимацию, именно с проблемой, какой она мне сказала. То есть, как она мне пояснила, это была порча, она сказала. То есть, меня здесь уже потом лечили. Порчу я, как никакую, конечно же, не снимала, потому что я не знала, что это такое. И как-то думаю, что вот, видимо, из-за того, что мне шло там на дело, и, наверное, скорее всего, то ли это совпадение, то ли нет. Ну, вот такая история в моей жизни была. Долго, кстати, я об этом тоже думала. Думаю, если бы она была шарлатанкой или ещё кто-то, она бы просила деньги, она бы мне дала какой-то адрес чей-нибудь бы обязательно. Но она так быстро сказала и так быстро ушла, что я даже и не знала, кто это и что это. Вот. Но, тем не менее, вот такая история в моей жизни была, и вот такие последствия у меня были. Так долго я вам это рассказывала, предисловие. Дальше. Другая история. Тоже она была в это время. И вот тоже, знаете, ну, в это время, не в это время, перед тем, как мне познакомиться с моим французским мужем, где-то в этот период, я уже как раз уже была, так скажем, ну, твёрдо решила, что я уеду из моей страны, твёрдо я уверена была, что я уже поменяю мою жизнь. То есть, вернее, уже всё делала для того, чтобы, ну, то есть, ознакомилась с кем-то, искала кого-то, то есть, занималась уже своими, так скажем, делами. Это уже вот в этот период, то есть, чуть-чуть время какое-то уже прошло. Хотя это всё вот близко тут где-то. Сын уже тогда, помню, у меня не жил с нами, уже уехал, женился в Германию. Вот. Так тоже интересная была история. Я тогда в то время подрабатывала, ну, в одном месте, где, в общем-то, работала я. В то время, перед самым отъездом, я работала, ну, так скажем, в торговле, вот. Скажем так, то есть, ну, кое-что продавала. То есть, не своё, естественно, такой у меня был период в моей жизни. Так вот, как-то однажды ко мне пришла, ну, женщина одна такая, знаете, я и мы с ней разговаривали что-то, ну, такая пожилая. Ну, вижу, что она не русской национальности, то есть, вот смотрю на неславянской внешности, скажем так. Она мне сказала, что она армянка, ну, что-то разговаривала. А, я спросила, вы цыганка, говорю, потому что мне показалось, что она как, ну, вроде, она говорит, нет, нет, что вы, я армянка, говорит. Ну, и что-то мы с ней разговаривали, такая, ну, с акцентом, говорит, такая немолодая женщина, интересная. Интересная тем, что поговорить можно было что-то, а мы с ней стали говорить, и она мне что-то попросила. Не могли бы вы мне там подарить что-то в магазине, что-то мелкое такое, совсем ерунду какую-то. Ну, я говорю, да, в принципе, говорю, могу, это стоит недорого, в принципе. думаю, Господи, заплачу, там какие-то копейки что-то вообще было, что-то она мне попросила. Вот она мне это что-то взяла, что-то вот что-то спросила, что-то взяла, потом говорит, слушайте, хотите, я для вас сделаю хорошее дело? Вы ведь вот так хорошо ко мне отнеслись, вы меня не знаете, я вас попросила, вы мне там что-то подарили, ну, что уж я сейчас, ну, что-то такое, знаете, совсем недорогое, какой-то, в общем-то, ну, не знаю даже что. Вот, она говорит, и я для вас хочу сделать одно доброе-доброе дело. Вот, если у вас какое-то желание, говорит, я, говорит, как бы она сказала, вижу, что вы ищете любовь. Ну, я говорю, ну да, я, в принципе, ну да, как бы я вот это. Хотите, говорит, я сделаю так, что вам вот все, что вы, ну, какое-то желание вы загадаете, там, ну, сокровенное хорошее желание, только, ну, понятное дело, доброе, и я вам, и оно у вас сбудется. Вот, короче говоря, дала мне какую-то, ну, что-то дала, я уж сейчас не помню, какую-то штучку, то есть что-то нужно было это завернуть, а вот даже сам ритуал уже мне этот из головы вылетел, представляете? Вот она говорит, вот это, и то ли какую-то денежку она подержала в руках, что-то там поделала с ней, то ли что-то еще, говорит, вот эти денежки возьми, говорит, там, ну, какие-то копеечки, вот там-то заверни, вот туда-то положи за иконку, иконка у тебя, говорит, есть? Я говорю, да, вот туда-то положи, вот такие-то слова скажи. И вот такое-то своё желание загадай. И вот через такое-то время твоё желание сбудется. Ну, вы знаете, вот, наверное, сейчас уже это желание и рассказать можно. В то время вот как раз я вот в поисках была, что-то как-то, знаете, у меня такое отчаяние какое-то было. Что-то как-то одиноко так мне, в общем-то, и сын-то уехал, и дочь уже была замужем. То есть совсем одинокая, как-то одна осталась сама по себе. Ну, и я, так скажем, вот всё, что она мне сказала. Знаете, в душе я не очень, я в это как-то и верила. Но я сделала тот ритуал, который она мне сказала, он был несложный. Всё это положила, всё это вот так вот загадала желание. То есть я хотела именно в желании, что вот хотелось бы мне бы найти кого-то, мужчину какого-то. А значит, влюбиться, естественно, в него, он бы в меня влюбился. Ну, и уехать, как говорится, из страны, то есть в какую-то другую страну. И вы знаете, на самом деле, всё сбылось с точностью, как я загадала. И всё это как бы, ну, вот так и получилось, как получилось. То есть видите, вот такие вещи, они вот как, это к чему? Всё-таки есть что-то. То есть то ли мы сами вот это вот как бы делаем, да, то есть нам, ну, дают какую-то программу, а мы её выполняем. То ли есть что-то такое, связь какая-то, вот что-то, что-то. Оно может быть даже, магия это и есть, вот это вот, ну, как энергия какая-то, ещё что-то вот такое. Вот люди как бы чувствуют, есть просто более чувствительные люди вот к таким вот, ну, наверное, тонким материям, тонкой энергии какой-то. То есть вот с чем-то таким вот, знаете, что могут вас просто направить куда-то. Причём я так поняла, что люди, ну, вот такие люди, они и деньги не берут с вас, понимаете? Они как бы, они вам подсказывают, говорят, они вот приходят. Вот одна женщина, она просто мне подсказала и убежала быстренько. Я не прослушала её и как бы, ну, никаких действий не приняла. Другая же женщина, за то, что я ей что-то дала, она мне решила тоже как бы по-доброму со мной, ну, помочь мне. Видите, вот какие-то совсем вот такие вот, ну, детали. Знаете, у меня была, ну, была, да, её уже сейчас нету, бабушка, мама моей мамы. Так вот, она когда-то в войну, я уже где-то, по-моему, об этом рассказывала, приютила, ну, говорит, голодное время было, тоже трудно было. Какую-то цыганку, цыганскую женщину, короче говоря, мало того, приютила, потому что, ну, на какое-то время ещё и юбку ей помогла шить, шила ей юбку, говорит, красивую такую цветную. Так вот, та ей просто так от всего сердца научила её гадать. И вот она бабушку у меня гадала на картах, очень даже неплохо. Она такая тёмно-темноволосая была, глаза светлые, а сама тёмные волосы такие, густые тёмные волосы. Вот. Так вот, гадала на картах тоже, знаете, как это как раз разложит, и всё у неё правильно получалось. Так говорила, цыганка меня научила, и вот всю жизнь она умела раскладывать карты. Ну, вот такие, как говорится, мистические истории. Мистические, не мистические, в общем. Понравились вам, не понравились. Ну, всем вам приятного вечера, хороших снов и доброго утра. Пока-пока. До следующего видео. Субтитры сделал DimaTorzok